Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скифу, мы начинаем играть в космических инженеров. Давайте сразу создавать новый мир. Пользовательский мир. И я решил поиграть. У нас здесь несколько вариантов сценариев. Но я думаю, астероиды, пожалуй, будут более-менее подходящим для нашего прохождения. Тут у нас старт в спасательном корабле с очень ограниченными ресурсами возле небольшого астероидного поля. Собственно, с этого мы и будем начинать. Так, имя заменим на... Ого, офигенное название. Так, нет. Пускай так. Метеорит, пускай метеорит. Выживание не в сети. Максимальное количество игроков у нас 4. Враждебность безопасна. Давайте на нормальную берем. Сделаем 7 больших астероидов. Расширенных реализм на 3, 3, 3. И здесь побыстрее. Потому что все-таки формат лицплея, я думаю, мало кому будет интересно смотреть на то, как я там долго копаюсь. Так, максимум объектов я убираю. Поменьше в игре еще присутствует определенное количество багов и недоработок, так как она находится все еще в раннем доступе. Поэтому лучше этот параметр убрать, как правило, от размера мира 20 километров. Давайте сделаем 50. Ну и все, наверное. Скорость очистки руды, ТТТ, скорость сборки. Пожалуй, да. Пожалуй, все. Ну и приступаем. И загрузка первая, она довольно долгая, так как мир, собственно, создается. И пока этот мир создается, можем поговорить о том, что же собой представляет эта игра. Думаю, не все знают. У нас здесь некий симулятор. Ну, конечно, сейчас любую игру, которая в основе своей, вернее, у которой в основе своей лежит крафт, можно сравнивать с Майнкрафт, да. Но здесь немножечко все по-другому. Ну или даже немножечко. Хотя основа, опять-таки, же крафт. То есть мы здесь делаем, создаем базы, корабли, различное оборудование и все в таком духе. То есть нам придется обживать астероиды, делать какие-то базы в открытом космосе, корабли, строить для добычи руды и все. Опять-таки же в таком духе и в этом ручье. Собственно, отсюда и название, да, космические инженеры. Причем есть два режима, то есть творческий, в котором, ну, можно просто открыть все, что угодно вам, все, что заблагорастудится. И вот этот, который мы начинаем, режим, это survival, да, то есть, ну, выживание. Все правильно сказал? Вроде все правильно сказал. В котором несколько посложнее, конечно, играть. То есть здесь у нас все предметы, сначала надо их ставить, потом их заполнять теми компонентами, с которыми он состоит. То есть, соответственно, да, как в жизни, ставим каркас и потом так, и здесь в ногам. Окей. Так, нас здесь предупреждают, что это временный корабль, но на самом деле почему-то играл и... Нифига он не временный, как выяснилось. Сколько раз заходил, он все был на месте. То есть я уже, конечно же, играл в игру. Так, сейчас у меня ранец был включен, реактивный. Так, отключим. Ну и давайте пробежимся по кораблю, посмотрим, что здесь к чему. Ну, то есть у нас изначально есть корабль, здесь у нас рубка капитанская, где мы, собственно, можем сесть за управлением кораблем. Можно посмотреть на корабль. Так, а вокруг я покружить не могу, нет? Ну, в любом случае, он как-то вот так у нас выглядит. Есть меню управления. То есть можно всякие ускорители, очистители, все, что у нас в этом корабле есть, как-то регулировать, включать, отключать, изменять какие-то характеристики. Все это очень круто, здорово и, в принципе, интересно. Нам сейчас надо лететь куда-то. Я вот уже вижу как минимум два, вот этих два, им тот вот третий. Астероиды вполне себе пригодные. Думаю, насчет того, наверное, того, как эта поверхность более подходящая. Ну, посмотрим. Пока что отцепляемся. Здесь у нас генератор, собственно, притяжения, за счет которого мы сейчас бегаем. Генератор поля тяготения, да? Это у нас внешний вид изменять. Можем перекрашивать нашего персонажа. Сейчас это абсолютно не нужно. Так, давайте, наверное, выйдем в космос. Так, реактивный ранец включен. Так, гаситель инерции. Включим тоже. Так, можно переключаться на, собственно, вид от первого лица и вид от третьего лица. Вот он наш инженер. Сейчас мы просто находимся в открытом космосе. Гаситель инерции, кстати, да? Зачем я его включил? Здесь я, видите, даю ускорение, он притормаживает сам. Из гасителя я просто ускоряюсь до бесконечности, и ничто меня, собственно, не затормотит, ну, если не воткнусь в какой-то астероид. Давайте еще зайдем в корабль, осмотримся. Хотя давайте пока все-таки наружу, осмотрим его снаружи. Так вот он как-то выглядит. Вот они у нас. Двигатели, как их назвать? Так, наверное, и назвать. Вот это здоровенная установка, это у нас. Кто у нас там? Можем сюда зайти. Так, очистительный завод. У нас доступ из корабля и снаружи. Это у нас... Так, сюда доступа почему-то нету. Конвектор. Который к чему-то там подключен. Также вот этот вот малый реактор, за счет которого мы сейчас и летим, да? Здесь у нас слиток урана. Он служит источником энергии для всего корабля. И всего оборудования, что на нем есть. Также есть вот этот модуль, который цепляется стыковочный. Пока не очень понимаю, зачем он. Но думаю, разберемся. Так, хотелось бы вернуться на корабль. Закроемся. Так, вот он. Метод сек лечится. У нас есть энергия, которая у меня уже 90%. И есть здоровье, которая у нас 100%. Это вот все мои характеристики. Это левый нижний угол. Давайте энергию восполним. Уже немножко ее потратил. Собственно, вот он. В рефайнере это у нас чистительный завод. Здесь мы руду перерабатываем. А это у нас ассемблер, сборщик, да? Получается, да, сборщик. Здесь мы можем в производство собирать различные вещи. На них наводим. Видно, из чего они собираются. Ну и здесь просто контейнер, насколько я понимаю, да. Малогрузовый контейнер. С такой вот вместительностью. Сюда мы можем складывать всякое разное полезное. Ну и нам надо сейчас лететь к какому-то метеориту. Так. Начинаем набирать скорость. Нам первонаперво надо руды насобирать. Побольше так. И я думаю, добытчика себе сделать нормально. Потому что вручную сейчас вы увидите, это очень проблемно. Нормально что-либо добывать. Так, у нас гаситель был не включен. Сейчас его включим. Так. Не гасим, не гасим инерцию. Сейчас будем осматривать здешний, здешний метеорит вот этот. Такой-то весь перерытый чем-то. Как будто его чем-то пытались разрубить. Ну окей. Здесь еще малые. Так, хорошо. Без резких выпадов. Так же мы, ну, потому что мы находимся в открытом космосе, ориентироваться немножко проблематично. Так как понятие вверх и низа, они довольно условны. То есть если нет поля гравитации, то сложно ориентироваться на самом деле. К этому стоит привыкнуть в этой игре. Так, не забывайте включать реактивный ранец. Перед выходом в космос. Вот, я уже немножечко отклонился. Я уже начинаю путаться. Надеюсь, что у нас здесь. И стоит вынести. Да, это вот у нас детали, которые мы можем собирать. По-моему, все блоки, да, различные. Гироскоп, малый ускоритель, малый реактор. Так, я это все поубираю. Нет. Я вот эти вот вещи сюда вынесу. Окей. Да, вот это у нас штука добывать руду. Это разбирать разные вещи. Ну и вот эти паяльные лампы. Для того, чтобы спаивать что-либо, да. Так, окей. Давайте попробуем. Судя по цвету, вот это железо красное. А вот это что за... Так, вот это железо. А нет, магнезиум. А ты? Ты железо и серебро еще там есть. Конечно, вот это очень примитивный способ добычи чего-либо. Вот так вот ковыряться. Ну, на первых порах придется так и делать. У нас других-то вариантов особо нет. Плюс они еще в открытый космос. Все куски эти улетают. Что немножко, конечно, бесить начинает со временем. О, да. Так, и долго собирать их был, конечно. Отлично. Дойди сюда. Давайте попробуем посильнее зарыться. Вот это все вспахать как только можно. А теперь бегать, собирать что-ли? Как вариант, в принципе. Блина. Так. О, вот это подолагнул. Это у нас сохранение так работает. Может вообще игра встать. Чудным образом. Пока сохраняется. Такие моменты есть. Куда от них не деться? Блин. Не поймал. Так, инвентарь полон. Окей, у меня еще даже на релизме 3 инвентарь не такой большой. Да. Ну, довольно много, да? Я насобирал железо. Где наш корабль? Давайте загрузим железо в переработчик. Так, где тут вход? Ой, ой, ой. Отлично. Выключаем ранец, вернее. Так. И загружаем. Сюда. Сразу пошла переработка в железной слитке. А из слитков уже можно будет делать... Пластины. Производство. Так. Где у нас? Давайте отсюда возьмем. И вот сюда их в сборщик закинем. Так как оно не у нас там труд-бой все соединены. Мы их можем между собой переставлять. То есть так бы, если бы они между собой не были соединены. То есть сборщик и очистительный завод. То так бы я не смог сейчас сделать. Только что сделал. Так, все сюда. Производство. И где-нибудь 200 пускай стальных пластин. Жду 10 стальных труб. Пока не знаю, что мне еще пригодится. Пускай делается, что есть. Эти вещи мне точно пригодятся. Оу. Так. Все. Опять вылетели. Полетели в ту расщель, но там еще где-то было серебро. Как минимум. Или магнезиум. Или магнезиум и серебро было. Давайте искать. Вот это вот зеленое, это магнезиум. Я так понимаю. Колт. Урань. Что-то тут много всего. Ну, давайте попробуем. Так. Что такое я добыл? Вон еще один слиток. Давайте глянем. А, золотая руда. Отлично. Золото нам тоже явно для чего-то пригодится. Окей. Окей. Кстати, можно включить свет, чтобы не так все темно-то было. Я уже нифигово такую пещерку прорыл. Как заправский червяк. Окей. Ну, зато теперь тут руду стало значительно проще собирать. Ну, давайте уже золото вталово накопаем. И разметим. Что же я хочу сделать? Я хочу сделать небольшой корабль-добытчик. Который будет мне руду добывать. И инвентарь полон. Окей. Полетели опять к кораблю. И начнем уже, наверное, какую-то разметку делать. На каком только где месте. Вот на этом, я думаю... Давайте посмотрим на него. Да, вот этот метеорит нам вполне подойдет. Для муфцелей, вернее, да? Здесь где-нибудь. Будем ставить наш корабль. Окей. Сейчас там вокруг остальные пластины переработались. Я так надеюсь. Также за энергией стоит следить. Кончилась энергия. Считай, переплыли. Поэтому это важный параметр. Также не стоит падать с большой высоты. Это, как правило... Так, опять сохранился. Окей. Это, как правило, явно гибель. Если бы упали с большой-большой высоты. Так, энергию восполняем. Окей. Переработку закидываем в наше... Золото. Заодно поглядим, что из золотых слитков делается. Золото. Слиточки. Разводство. Ммм... Так. Еще надо разного всякого. Ну окей, инвентарь. Остальных пластин забираю. Труп заберу. Начнем намечать нашу небольшую платформу, на которой будет возводиться не самый огромный корабль. Собственно. Так. Включаем опять ранец. Вот он, теорит. Все верно. Все верно. Так. Чем мы будем делать все блоки? Оружие, инструменты. Так. Инструменты персонала. Довижения. Блоки брони. Блок легкой брони нам нужен. Так. Думаю, тут проще вид будет от третьего лица поставить. Так. Что тебе не нравится? Хм. Почему ты не хочешь ставить блок легкой брони? А блок тяжелый? Тоже нет. А, это же блок брони. О чем я? Все верно. Все верно, что ты не хочешь ставить. Нам нужны... Производственные. Блоки. Малые блоки. Да, вот. Так, так, так. Или нет? Блок легкой... Бронестальная пластина. А, ну да. Нам нужно выбрать еще новый маленький, так, новый большой корабль, новая станция. Да, вот с этого начинается обычно постройка. Окей. Пусть так. Так, немножко кривенько это все смотрится. Ну да ладно. Думаю, не смертельно. И блок легкой брони теперь... Сюда отлично зайдет. Да. Теперь можно их уже ставить смело. Довольно. Так, мне сильно много блоков на самом деле и не нужно. Окей. 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 Вот так вот, аккуратненько. Вот так. И вот так. По идее должно хватить уже. Ну давайте еще один ряд. Вот так. Хорошо. Теперь, теперь, теперь у нас следующий шаг будет вот такой. Нет, не сюда. Новый маленький корабль. А, строительный компонент требуется. Окей. Так, строительный компонент. Ой. Я вроде бы мог сделать. Ищем опять наш корабль. Там у нас на переработке много чего стояло. Сейчас проверим это. Так, опять. И полетели. А, дверь не с этой стороны. Окей. Дверь не с этой. Залетаем. Так, включаем. Вернее, выключаем наш ранец. И идем делать компоненты строительные. Разводство. Эти штук пять. Они делаются подольше. Дальше у нас что еще тут было? Так, золото переработалось. Еще из железа. Если что. Компоненты строительные берем. И полетели. Так. У меня в аккурат перпендикулярном неже. Или как это назвать. Окей. Ммм, блин. Путаю все время. Берем новый маленький корабль. Так. Вот это плохо. Теоритный дождь. Как правило, суббит проблемы. Так, чуть не ударился. А где он? Где этот не теоритный дождь? Нас компьютер оповестил. А, вот он. Вот он. О, метеориты. По-моему, что-то врезалось в корабль. Так, он летел с той стороны. Блин. Я не могу понять, откуда этот дождь идет. Причем проблема. Когда в космосе ориентируешься, то это очень проблемно. Так, дождь прошел. Так, есть ли видимых повреждения? Хм. Вроде верхнюю часть что-то врезалось. Или мне показалось? Вот тут какая-то небольшая вмятинка. Но она, быть может, и была. А так, в целом, вроде все хорошо. Так, сборщик. Отлично. А, да полетели тогда на нашу платформу опять. Так, вид от третьего лица. И ставим маленький корабль. О, тут самое веселое начинается, как это крутить все. Так. Угу. Так. Как-то так. Да, как-то вот так. Пожалуй, вот сюда. Это нога нашего корабля. Я думаю, тогда имеет смысл добавить еще. вот этих вот блоков. Аккуратненько так добавляем их. Ну. Хорошо. Так, ногу мы можем приделать-то вообще нет. Так, встретили компонент. Есть контакт. Большая труба нужен. Мотор. И стальная пластина. Ну да ладно. Дальше. На ногу мы, наверное, поставим сразу же рубку. рубку. Ммм. Так. Где у нас кабины? Кабины истребителя. Ну вот, просто кабина. Давайте ей воспользуемся. Так, куда-то сюда. На ногу. Так, аккуратно. Вот. А, что нам нужно? Нужна пластина. Хорошо. Получается, нам нужны еще какие-то запчасти. Давайте полетим пока на наш корабль, который вот в этой стороне. Окей. Аккуратненько, аккуратненько. Подзапасемся какими-либо материалами. Ну, а что мы можем сделать? Энтерическая решетка. Пластин штук. Ну, не знаю. Столько больших труб тоже с десяток баллов. Так, у меня ресурсов-то на все хватит. Да, не хватило. Ну, ладно. Пока то, что есть, мы заберем. Видели, кстати, да, инвентарь как только заполняется, появляется еще одна полоса. То есть, он, по идее, не ограничен количеством слотов. Что, по идее, очень удобно. Полетели дальше собирать наш чудо-юдо кораблик, который, по идее, должен нам добывать будет много-много разной крутой руды. Так, кабина. Все, ставится. Да все верно достояло. Ну. Так, аккуратно. Вот сюда. Так, ставят. Вот, вот, вот. Похоже на правду. Окей. Хм. Немножко собрать можем. И все, да? Еще бронированное стекло. В общем, начало положено нашего корабля. И, думаю, не на записи, я его попробую подольше. Ну, вернее, подольше. Побольше собрать. И, тогда на этом закончим эту серию. А продолжим уже, соответственно, в следующей. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока.